Переменчивый ход истории обеспечил существование разных цивилизаций. Новая эра же испытывает на прочность существующие традиции. Шелковый путь – это живая, неугасаемая история. На тысячах километрах пути кто-то, следуя традициям, отыскал свой дом, а кто-то, сохраняя традиции, успокоил свою душу. Ход времени не раз менял облик шелкового пути, но никогда не развеивал силу душевного подъема людей. Это совершенно новый шелковый путь и совершенно новая история шелкового пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На шелковом пути нет другого столь важного города, как Сиань. 1300 лет назад Сиань был величайшим городом, центром мира, местом мечты для всех. В глазах многих людей Сиань в восьмом веке олицетворял самый уверенный и открытый период в китайской истории. Город переживает беспрецедентные перемены и старательно удерживает баланс между традициями и современностью. Студент третьего курса Института журналистики Северо-Западного университета Хусейфе Бенли родом из Турции. В настоящее время он проводит кастинг актеров для своего первого фильма. Содержание его фильма основывается на легендах шелкового пути. Эта тема больше всего интересна Хусейфе. Актеры в его фильме – его однокурсники. Работа ведется четко и последовательно. Но только самому Хусейфе известно, что еще не располагает бюджетом для съемки. Хусейфе Бенли учится по специальности реклама. Он единственный астронный студент в институте, поэтому на него обращают повышенное внимание. Работа effective станет образцу формуVE Почему ты первiconок в Яническом разработчике мира? Вы каждый из interpreting страны в Янерсене в Янерсене венером Вене и в янshire Они из янoned deploymenton тёжных学iana. Папанка… Как правило, неhrон… Я проехал с Для китайских студентов Турция далекая страна, но им очень нравится приехавший издалека Кусэйфе. Они даже подобрали для него китайское имя. По задумке самого Афу, его фильм должен быть романтическим и в жанре фэнтези, который рассказывает о выдуманных событиях. Раз за разом изучая рыцарские фильмы, Афу получают еще одно преимущество. Уровень разговорного китайского языка стремительно повышается. По мнению Афу, самое трудное для владения в Поднебесной – это китайская каллиграфия. Но это самый прямой путь к пониманию китайской культуры. Вдоль шелкового пути Турция – самое удаленное от Китая азиатское государство. У него в корне другая культура, а это значит, что Афу нужно преодолеть не только географический барьер. В 1800 километрах к западу оцеания, рядом с пустыней, расположен оазисный город Дуньхуан. Необычным буддийским искусством Дуньхуан славится на весь мир. Художник Гао Шань после окончания университета поселился в Дуньхуане и уже 30 лет занимается копированием фресок. Буддийские фрески в пещере Могао в Дуньхуане он знает как никто другой. Он уже и сам сбился со счета, сколько дней и ночей он провел в этой пещере. Сегодня Гао Шань работает в собственной мастерской, стал профессиональным художником. Многолетний опыт копирования фресок научил Гао Шаня многому. Он хочет с помощью собственного понимания искусства влиться в традиционную живопись. Синьцзян Синьцзян, сердце шелкового пути, занимает одну шестую континентальной территории Китая. Его площадь почти равна общей площади четырех стран. Англии, Франции, Германии и Италии. Синьцзян отличает своеобразной географией. Горный хребет Тиньцзян разделяет его пополам на северную и южную части, становясь таким образом водоразделом разных культур. Жаосу находится в 1700 километрах от Буньхуана. Зимой здесь дует пронизывающий сибирский ветер. Температура опускается до отметки минус 30 градусов. Но и это не умаляет энтузиазма местного народа. Сорокалетний Джан Юй родом из провинции Сычуань, но уже привык к жизни здесь. Хотя по сравнению с родным краем, где на протяжении всего года мягкий климат, здесь для него совсем иной мир. Джан Юй прожил в степи Джаосу шесть лет. Обзавелся женой, детьми и теплым семейным очагом. В степи самая благодатная пора наступает с выпадением зимнего снега. Однако у Джан Юя в это время появляется важное дело. Этому крупному беркуту всего один год. Он ключ для Джан Юя к постижению кочевой культуры. На протяжении тысяч лет важным элементом жизни казахов была зимняя охота. Когда они садились верхом на резвых коней, придерживали руками беркутов, а следом за ними гналась стая борзых собак. Сейчас беркутов уже не используют для охоты, но для многих людей эта птица по-прежнему символизирует неотступный образ жизни. Те, кто приручает степи беркутов, по-прежнему считаются героями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изучая обычаи, Джан Юй узнает своеобразный шарм традиционной кочевой культуры. Это настоящее испытание на владение мастерством и выносливость, удивительная прогулка от традиций в действительности и обратно. Сиань – ярко освещенный ночной рынок, любимое место Афу. По сравнению с изучением иероглифов, Афу любит прогуляться по ночному рынку Сиань. Здесь богатая палитра ароматов Северной Китая, свыше сотни видов съестного, и никто не способен устоять перед соблазном лакомства. Деликатесы заставляют Афу забыть о напряжении на учебе, о трудностях в организации съемки кино. В это время он отдыхает. Сиань – самый знаменитый город на шелковом пути, сегодня активно стремится к тому, чтобы вернуть свое величие прошлых лет. Более тысячи лет назад торговцы со всего мира приезжали сюда за своей мечтой. Как и его предшественники, отправлявшиеся вдоль шелкового пути, в Сиане Афу надеется построить свое будущее. И с традицией люди черпают питание и силу, которая помогает им достойно отвечать на будущие вызовы жизни. От гор Цинлин до Средиземного моря, от востока до запада, несмотря на разницу природных условий, но влияние шелкового пути чувствуется повсюду. Тянь-Шуэй – второй по величине город в провинции Ганьсу. Под внешней оболочкой модернизации здесь по-прежнему чувствуется глубокое влияние традиций. Тянь-Шуэй – одна из колыбелей китайской цивилизации, место, в которое попадал каждый, кто отправлялся вдоль шелкового пути в древний Сиань из него. В 9 часов утра управляющие Тянь-Шуэйским музеем, как положено, начинают новый рабочий день. Это самые ценные экспонаты музея. К их осмотру нужно подходить очень внимательно. Эта каменная кровать украшена изящной гравировкой, покрыта ярким цветом и сусальным золотом. Ее хозяином был торговец, прибывший сюда из Центральной Азии 1500 лет назад. Северная часть Тянь-Шуэй – горный район, расположенный на высоте 1400 метров над уровнем моря. Как и многие другие люди, Ван Фушунь каждый свой день здесь начинает с пялый чая. С тех пор, как он женился, Ван Фушунь все время живет здесь. Сегодня ему 49 лет, и он уже дедушка. Гористая местность поселка Гудао Цунь – это первый горный перевал на шелковом пути, который требовалось преодолеть при выходе из Чан-Аня. Ван Фушунь сам освоил искусство Театра Тени. Через несколько дней он устраивает представления в соседних уездах, поэтому ему нужно как можно скорее починить сломавшиеся реквизиты. Во времена, когда не было кино и телевидения, Театр Тени был здесь главным развлечением. Труппы Театра Тени – это несколько актеров из окрестных деревень. Каждый из них за одно представление может заработать до 50 юаней. Но не это главное для Ван Фушунь. Он выступает в театре уже половину своего века, и театр для него стал неотъемлемой частью жизни. Деревня Гудао Цунь буквально означает «деревня на обочине древнего пути». Жизнь в глухом месте принесла немало трудностей, да и сейчас непростая. Ближайший рынок находится в 10 километрах от деревни. Шелковый путь – это путь непрерывных перемен. Захолустья и центральные магистрали исторически сменяли друг друга. Как текущая река сменяет земную поверхность, перемены на пути внесли коррективы и в жизнь людей. Сын Ван Фушунь – поселковый секретарь. Отвечает за всякие поседневные мелочи деревенской жизни. Засуха и нищета – самые крупные враги деревни Гудао Цунь. Годовой доход на душу населения составляет только 3000 юаней. А единственным источником воды и для коммунального бытового снабжения служат водоприемный колодец для сбора поверхностного стока. Четверть жителей деревни уезжают на заработки в другие местности. Но Ван Фушунь все свои надежды возложил на землю. Он считает, что она – будущая деревня Гудао Цунь. Сейчас правительство оказывает материальную помощь горным жителям в выращивании ореховых деревьев, имеющих большое экономическое значение. Спустя несколько лет деревья принесут плоды. И тогда жизнь в Гудао Цунь станет лучше. Вдоль шелкового пути выживать приходится не только в деревне Гудао Цунь. Это самый удаленный в мире от морей и океанов район и самая низкая точка Китая. Она расположена на 154 метра ниже уровня моря. Клима в Турфане очень жесткий, сухой и жаркий. Максимальная температура достигает 49,7 градусов Цельсия. Это полюс жары в Китае. Средняя температура воздуха в июле здесь может быть даже выше, чем в большинстве районов пустыни Сахара. Турфан находится на одной параллели с Римом и Стамбулом. Но тут совершенно иной мир. Годовое количество осадков не превышает 20 миллиметров. Горячий ветер пустыни уносит с собой каждую каплю. Едва ли есть живые организмы, способные выжить в этой плавильной печи. Однако одно величайшее сооружение изменило всю ситуацию. В 9 часов утра Баудун Халик и его товарищи готовятся к новому дню. Баудуну в этом году 70 лет. Он прочно овладел секретом живительного оазиса в Турфане. Все лето и вплоть до наступления зимы он и товарищи работают, несмотря на жару. Скоростное шоссе, которое пересекает Китай с востока на запад, их место рабочее. Бунт проезжающих грузовиков – это сцена сегодняшнего шелкового пути. Баудун занят работой, историей которой насчитывают уже несколько тысячелетий. Его место работы находится в 60 метрах под землей. По сравнению с пересохшей земной поверхностью Турфана, здесь совершенно иной мир. Эта работа требует смелости. Все, что гарантирует безопасность – это самая простая веревка. Баудун и его коллеги прочищают эти гроты, которые называют Кярис. Это сеть водоснабжения, образовавшаяся из подземных каналов общей протяженностью, в 5 тысяч километров. Если вода для Турфана – это кровь, то такие колодцы – кровеносные сосуды. В масштабах всего Китая Турфан обладает самым большим числом колодцев Кярис. Здесь их 1158. Сегодня колодцы часто требуют ремонта. Они словно закупоренные кровеносные сосуды в теле человека. Ситуация вызывает тревогу. И такие люди, как Баудун, работают как хирурги, прочищают оазисные сосуды Турфана. Колодцы Кярис сформировали в Турфане великолепную культуру и полное изобилие продуктов. На древнем шелковом пути Турфан был важной станцией снабжения при пересечении пустыни Гопе. Обилие продуктов Турфана пользуется настолько широкой известностью, что уже стало визитной карточкой всего Синьцяна. По мере ускорения урбанизации городское население в Турфане увеличилось с нескольких десятков тысяч до 600 тысяч. Внезапно обнажил себя конфликт между современной культурой и традицией. Оазисы, как островки посреди засушливой земли, а дороги, связывающие их, образовали великий шелковый пуст. На щедрой земле оазисов есть еще такие места, где жизнь, кажется, не менялась с незапамятных времен. Хотанский оазис. Здесь 12-летний мамат Ямин проводит свой необычный отпуск. Здесь, на берегу реки, стоит водяная мельница, построенная 60 лет назад. Приводимые в движение гидравлической силой 12 жерновов каждый день производят 500 килограммов муки. Это ценное достояние в жизни народа оазиса. Летние каникулы в школе начинаются как раз с родной поры полевых работ. Мамат Ямин вместо отца управляет водяной мельницей. И хотя уже повсюду распространены электромеханизмы, но для мельницы не нужна электроэнергия. Ее расходы низкие, поэтому она весьма конкурентно способна. Мамат Ямин мечтает приобрести авиамодель. После летних каникул он сможет осуществить свою учту. Вместе с тем он впервые ощутил, насколько удивительна традиционная жизнь в оазисе. В Турфане на месте ремонтных работ у колодцев Киарис Баудун решил спуститься в колодец. Многие вещи в нем требуют его личного внимания. В поселке Баудун единственный мастер, кто хорошо разбирается в прочистке обрушившихся горизонтальных колодцев. Этой работой он занимается уже 40 лет. Рыхлые стенки скважины могут в любое время обвалиться. Опасны здесь круглые. С 40-летним опытом в критический момент принимается решение жизни и смерти. Баудун очень хорошо знает, какие риски есть при проботе в колодце. 30 лет назад, когда пробурили колодец, он упал с высоты 15 метров. Он и сегодня ходит спившимся в его тело стальным гвоздем для фиксации поясницы. За каждые 8 часов работы в день Баудун зарабатывает 150 юаней. Колодцы Керис существуют уже более 2000 лет. С севера Африки до Ирана эта техника орошения применяется во всех оазисах вдоль шелкового пути. И даже его название в разных языках звучит одинаково. Этим плодом человеческого разума, распространившимся благодаря шелковому пути, теперь пользуются в разных странах и регионах. И хотя в домах уже есть водопроводная вода, люди здесь все еще любят вспоминать о тех знойных днях, которые охлаждала колодезная вода. Если не станет колодцев, дух оазиса исчезнет без остатка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ранним утром заболоченные земли Цаухай пробудились от криков черношейных журавлей. Субтитры создавал DimaTorzok С восходом солнца черношейные журавли, пробудившись от ночевки, стаями полетели за пропитанием в другие места Цаухая. Когда все пернатые угодья улетели, на водно-болотных угодьях площадью около 25 квадратных километров установилась тишина. Как и другие водно-болотные угодья планеты, Цаухай своим расцветом или упадком определяет выживание каждого живого существа, обитающего здесь. 400 миллионов лет назад живые существа в огромных масштабах стали выходить из морей и океанов на сушу. С момента выхода на сушу все живые существа были неотделимы от водно-болотных угодий. Водно-земляная среда заболоченных мест питает многие биологические виды планеты. На Земле 40% всех видов живых существ живут на водно-болотных землях. Это одна из богатейших разновидностей безживых существ экосистем планеты. Среди множества видов растительного и животного мира водно-болотные птицы – одна из самых представительных групп, обитающих на заболоченных землях. В Китае всего 1371 вид птиц, среди которых 292 вида – водоплавающие птицы, живущие на заболоченных землях. Субтитры создавал DimaTorzok